Следующее задание, которое вы разбирали на странице 65 номер 2. Какую долю составляет закрашенная часть каждой из этих фигур? Как записать долю? Мы видим целую фигуру. Одну целую. Разделили на раз, два, три, четыре части. И взяли одну от скольки? Одну от четырех. Значит, мы напишем, что взяли одну четвертую часть. То есть разделили целую на четыре части и взяли одну часть. Нижняя цифра показывает, на сколько частей разделили. Верхняя цифра показывает, сколько частей взяли. Еще раз. На сколько частей разделили, сколько частей взяли. Следующее задание. Взяли квадрат. Разделили его на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять частей. И взяли одну девятую часть. Должна быть такая запись. Одна девятая часть. Одно целое. Разделили на девять и взяли одну девятую часть. Девять показывает, на сколько частей делили. Цифра один показывает, сколько частей взяли. Следующая фигура. Ее разделили на раз, два, три, четыре, пять, шесть частей. Значит, получили одну шестую часть. Получили одну шестую часть. На что указывает нижняя цифра? Отвечайте. Ну, я надеюсь, вы ответили, что цифра шесть указывает на сколько частей разделили. Верхняя цифра показывает, сколько частей взяли. Читается так. Одна четвертая, одна девятая, одна шестая. Я надеюсь, что вы все правильно записывали дроби дома. Вернее, извините, доли. В начальной школе сначала это называется доля, потом вы станете старше-старше, и это будет называться дроби. Пока что мы изучаем доли. Но я знаю, что один из вас записал вот так. Смотрите. Один, одна, четвертая. Это неверная запись. Кто-то записал так. Одна, четвертая. Это тоже неверная запись. Между цифрами клеточных промежутков нет. Понятно? Так, следующее задание. Страница. Что вы разбирали тут? Следующая страница, шестьдесят шестая. Шестьдесят шестая. И на ней нужно было, на этой странице, выполнить номер один. На черте отрезок длиной 12 сантиметров. Напоминаю, что отрезки мы чертим карандашом по линейке. Значит, я буду чертить отрезок длиной 12 сантиметров. Накладываю. Нолик совпадает у меня с клеточкой. Я откладываю 12 сантиметров. Отложила. Теперь в произвольной форме, чтобы не сбиваться, соединяю эти два ограничения. У меня получилось 12. Немножко поотправлю. 12 сантиметров. Я подписываю, что я получила 12. Вернее, начертила 12 сантиметров. Следующее задание. Найди одну четвертую этого отрезка. Найди одну шестую этого отрезка. Значит, меня спрашивают, просят найти одну четвертую. Я пишу 1 четвертая от 12 сантиметров. Чему равна вопрос сантиметров? Когда вы разбирали вот этот урок, вы поняли, что надо целое разделить на 4 части. Мы 12 должны разделить на 4 части. Я 12 буду делить на 4 части. И получу 3 сантиметра. Именованные числа при записи действий я беру скобки. Точка при сокращении именованных чисел не ставится. Что это такое? Это 1 четвертая. Следующее задание. Нужно было найти одну шестую отрезка. Одну шестую нашего отрезка. Я вниз одну клетку отступаю. Пишу 1 шестая от чего? От 12. От 12 сантиметров. Как найти одну шестую 12 сантиметров? Надо 1 целый отрезок разделить на 6 частей. 1 целый отрезок разделить на 6 частей. Я 12 делю на 6. И получаю 2 сантиметра. Это какая часть? 1 шестая. Проверяю, правильно ли я выполнила задание. Начерти отрезок. Начертила. Найди 1 четвертую. 1 четвертая. 1 четвертая. 3 сантиметра. Найди 1 шестую. 1 шестая. 2 сантиметра. Все. Я задание выполнила. В каждом задании должно быть 3 этапа. Первый раз читаю, второй раз выполняю, третий раз опять читаю и проверяю, что я сделала. Следующее, что вы изучали, это вы пробовали сравнивать доли. И вам было дано задание на странице 68 сделать номер 1, 2, 3, на другой странице 4, 5 и 6. Давайте проверим, что сделали вы, что сделала я. Будем вместе рассуждать, думать и проверять, что мы сделали. Итак, я для себя написала, что это у меня самостоятельная работа по теме доли. Я выписала себе задание, которое я должна сделать. Посмотрела, что это новая тема, поэтому записала сравнение долей. И начинаю рассуждать. Номер 1. Номер 1. Найди 1 вторую числа 50. 1 четвертую числа 100. 1 седьмую числа 84. И 1 третью числа 33. Я записываю. Нужно найти 1 вторую от 50. Это значит, 1, 2, 3, на четвертой клетке. Я буду 50, то есть целая, делить, целая, делить на 2 равных части. Буду делить на 2 части. 50 разделить на 2, это будет 25. Следующая, 1 четвертая от 100. Я записываю, что мне нужно выполнить 1 четвертую от 100. Значит, я целое число буду делить на 4 части. Целое 100. Делю на 4 части. Получается 25. 1 четвертая. 1 четвертая, это 25. Следующее задание. Я буду находить 1 седьмую от 84. А целого находить часть. От 84. Я буду находить седьмую часть. Я буду делить на 7. По таблице умножения и деления не делится на 7, это число. Значит, ближайшее число 70. И остается 14. 70 на 7, это 10. 14 на 7, это 2. Ответ 12. 1 седьмая равна 12. Следующее. 1 третья от 33. Я записываю, что мне нужно найти 1 третью от 33. Я буду целое делить на 3 равных части. Целое делить на 3 равных части. Это будет 11. Следующее задание номер 2. Давайте прочитаем задание номер 2. Что больше 1 пятая от 10 сантиметров или 1 четвертая от 20 сантиметров? Это А. Значит, это 1 задание. Под буквой В это 2 задания. Под буквой В 3 задания. Значит, у меня под номером 2 3 задания. Под номером 2 буду выполнять первое задание. Я буду находить 1 пятую от 10 сантиметров, 1 четвертую от 20 сантиметров. И мне нужно сравнить, что больше 1 пятая или 1 четвертая. Я буду находить долю по целому. Целое у нас 10. Раз, два, три, на четвертую. 10 я разделю на 5. Это будет 2 в скобках сантиметра. Потому что именованные числа при записи в примерах отделяются скобками. Мы так с вами установили, и это наше правило. Теперь я найду 20 целое и найду 1 четвертую от него. 20 я буду делить на 4. Будет 5 сантиметров. Выполнила я задание? Нет. Почему? Потому что у меня тема сравнения долей. Читаю, что больше 1 пятая или 1 четвертая. Значит, я должна сравнить, что больше 1 пятая или 1 четвертая. Не видно, да? 1 пятая или 1 четвертая. Итак, 1 пятая у меня 2 сантиметра. 1 четвертая 5 сантиметров. Значит, 1 четвертая больше. Больше, чем 1 пятая. Следующая под буквой В у меня было задание. Сравните 1 двенадцатую от 60 и 1 пятую от 35. Значит, я от целого буду находить 12 часть. Я буду 60 делить на 12. Буду решать пример с конца. Какое число надо умножить на 2, чтобы в конце было 0. Возможно, это 5. 5 и 2. 10 и 0 пишем. 1 в уме. 5 и 1. 5. Да еще 1 в уме. 6. Значит, это будет 5. 5 чего? Сантиметров. 5 сантиметров. Это 1 двенадцатая от 60. Теперь буду находить 1 пятую от 35. Я буду целая. Целая. Вот это знак деления у меня. Делить на 5. Таблица умножения. 7 и 5. 35. Значит, ответ будет 7 сантиметров. Сравниваю. Какая из этих долей больше? Та, которая имеет конечный результат 5 или та, которая имеет конечный результат 7? Конечно, 7 больше, чем 5. Поэтому 1 пятая будет больше, чем 1 двенадцатая. Записываю. 1 двенадцатая. 1 пятая. Еще раз. 1 пятая – это 7. А 7 у нас больше, чем 1 двенадцатая. Следующее задание. Под номером 2В. 1 третья от 3 дециметров или 1 десятая от 1 метра. Посмотрите, здесь дециметр, здесь метр. Надо так сделать, чтобы вот эти цифры, эти единицы измерения были одинаковые. Переводим все в наименьшую величину. Какая из них меньше? Дециметры. В одном метре сколько дециметров? 10. Значит, здесь 10 дециметров. И здесь 3 дециметра. Равно нам вот это не нужно. Если бы у меня была доска, я бы, конечно, стерла, да? Так как доски нет, я замажу. Хотя этого делать нельзя. Вам. Но я вам говорила, что когда вы обучаетесь, вы можете не бояться черкать, исправлять. И заведите для этого себе отдельную тетрадь, в котором вы будете пробовать. А потом писать на чистовик. Итак, значит, я сравниваю. Теперь у меня единицы измерения одинаковые. Единицы. Значит, я должна найти 3. 1 третьего 3. Я 3. Разделю на 3. Части. И получится 1 часть. 1 дециметр. Здесь я 10 дециметров. Разделю на 10 частей. 10. Разделю на 10 частей. Получится 1 дециметр. И 1 дециметр равен 1 дециметру. Место у меня. Вот здесь напишу. 1 третье. Равно 1 десятой. Может быть, кто-то из вас переводил в сантиметры. У кого-то, может быть, здесь 30, а здесь 100. Когда вы 30 делили на 3, у вас получилось 10 сантиметров. А 10 дециметров – это 1 дециметр. Может быть, кто-то из вас 1 метр перевел в 100 сантиметров. 100 вы разделили на 10, получилось 10 сантиметров. А 10 сантиметров – это 1 дециметр. У нас ответы с вами одинаковые. Потому что 1 дециметр – это 10 сантиметров. И 1 дециметр – это 10 сантиметров. Если кто-то перевел в сантиметры. Следующая задача у вас была. Задача номер 3. При строительстве дороги за 2 дня уложили 36 метров бордюрного камня. То есть бордюр делали у дороги. С двух сторон дорогу ограничили. В первый день уложили 1 третью всего камня. Сколько метров бордюрного камня уложили во второй день? Значит, у нас есть 2 дня. Смотрите. Есть первый день, есть второй день. В первый день уложили 1 третью от всего. Второй день. Мы не знаем, сколько уложили. А всего было 36 метров. Я знаю, что фигурная скобка – это сумма двух чисел. То есть два числа сложили. Первое число со вторым сложили и получили 36. Значит, у нас есть первое слагаемое и второе слагаемое. Как найти неизвестное слагаемое? Надо от суммы отнять известное слагаемое. Но у нас нету ни этого слагаемого, ни этого. Но мы с вами уже научились находить 1 третью от 36. Мы сейчас это сделаем. Мы 1 третью от 36 разделить на 3 равных части. 36 я делю на 3 равных части. Сколько в троек троек? 1 и 6 разделить на 3. 2. 12. Получается метров. Уложили в первый день. Теперь нужно найти, сколько во второй день. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. Мы от 36 отнимаем 12. 6 минус 2, 4. 3 минус 1, 2. 24 метра во второй день. Ответ. Чтобы написать ответ, читаю вопрос. Сколько метров бордюрного камня уложили во второй день? Ответ. 24 метра. Следующее задание. Вам нужно выполнить номер 4. В четвертом задании просят рассмотреть рисунок и сравнить доли. 1 четвертая и 1 шестая. То есть я смотрю, что такое 1 четвертая. Тут отрезок и тут отрезок. Они равные. Но вот здесь отрезок разделили на 4 части. А этот второй отрезок разделили на 6 частей. Когда 12 разделили на 4 части, получилось 3 сантиметра и 1 часть. Во втором отрезке 12 разделили на 1, 2, 3, 4, 5, 6 частей. Получилось, что 1 шестая 2 сантиметра. Теперь смотрю. Нужно сравнить 1 четвертую и 1 шестую. 1 четвертая. Целая. Разделили на 4. Получилось 3. Вот эта часть. Это 3. 1 четвертая. Теперь смотрим 1 шестую. 12. Разделили теперь на 6 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось 1 шестая. Это вот эта часть. Методом наложения я могу проверить, что верхний отрезок больше, чем нижний. Понятно, что 3 больше, чем 2. Таким образом, 1 четвертая больше, чем 1 шестая. Вот задание. Я записала номер 4. И я сказала, что мы с вами сделали вывод, что 1 четвертая больше, чем 1 шестая. Вот так выглядит выполнение этого задания. Так, следующий номер. Нам нужно выполнить номер 5. Номер 5. Номер 5. Номер 5. Здесь у меня уже, как вы знаете, у нас в книжках любят что писать. Номер 5. Мы рассматриваем с вами рисунки. Сравниваем. Рассмотрим рисунок и сравниваем долю. 1, 2, 1, 4. Подсолнух разделили на 2 части. Вот 1, 2 желтенькая. Теперь подсолнух целый разделили на 4 части. 1, 2, 3, 4. Здесь взяли вторую часть. 1, 2 черную часть черного цвета. Здесь взяли 1 четвертую. Давайте посмотрим, что, конечно, 1 вторая больше, чем 1 четвертая. Значит, мы поставим знак 1 вторая больше, чем 1 четвертая. Дальше просят 1 четвертую и 1 третью сравнить. Опять-таки, целое разделили на 4 части. Вот эту часть черную взяли. 1 третью. Целое разделили на 3 части. 1 четвертая и 1 третья. Конечно же, 1 третья – это большая часть, чем 1 четвертая. То есть, мы с вами сравниваем рисунки и пишем, что 1 третья больше, чем 1 четвертая. Следующее. 1 третья и 1 восьмая. Вот у меня есть 1 третья часть подсолнуха и 1 восьмая. 1 целое разделили на 3 части. 1, 2, 3. Взяли черную, закрашенную, черную часть. И 1 восьмую. Это значит, целое разделили на 8 частей. Взяли восьмую часть. Но мы видим, что вот эта часть, 1 третья и 1 восьмая, они разные. И 1 третья больше, чем 1 восьмая. Теперь я должна записать ответы. Вот я пишу номер 5. У меня есть 1 вторая и 1 четвертая. Я выяснила, что 1 вторая больше, чем 1 четвертая. Напишу знак «больше». Дальше. 1 четвертая и 1 третья. 1 четвертая, я выяснила, что вот этот кусочек четвертая часть, а вот это кусочек третья часть. Конечно же, третья часть у нас больше, чем четвертая.